Летний разгон цены на нефть превысили 66 за баррель. 26 июня 2019 года, 16.35. Владимир Цыгоев. 26 июня цены на нефть впервые с конца мая превысили 66 долларов за баррель. Эксперты связывают удорожание с рекордным за полгода падением запасов энергосырья в США. Но главной причиной роста котировок называют обострение отношений Соединенных Штатов с Ираном, которое угрожает перевозкам углеводородов во всем Персидском заливе. Ожидается, что на глобальный энергорынок также будут давить саммит ОПЕК-плюс и торговые переговоры Вашингтона с Пекином. Что может произойти с ценами на нефть до конца лета? В материале RT. Цена на нефть марки Brent увеличилась более чем на 1,5% и перевалила за 66 долларов. В последний раз такое значение наблюдалось еще 30 мая. Одной из причин заметного удорожания эксперты считают рекордное снижение запасов сырья в США. Согласно отчету Американского института нефти, API, за неделю объем нефтяных резервов в Соединенных Штатах сократился сразу на 7,5 миллиона баррелей. Падение стало максимальным с декабря 2018 года. Резкое снижение запасов связано с тем, что нефтеперерабатывающие заводы США увеличили выпуск переработанной нефти, поскольку добыча сейчас находится на исторических максимумах, пояснил RT, директор аналитического департамента и к Freedom Finance Вадим Меркулов. По оценке Американского управления энергетической информации, в настоящий момент США производят порядка 12,2 миллиона баррелей нефти в сутки. На этом фоне страна сокращает поставки углеводородов из-за рубежа. Одновременно в Штатах растет спрос на энергосырье перед новой волной дорожания, поэтому запасы значительно сокращаются. Об этом в беседе с RT рассказал руководитель аналитического департамента Амакетс Артем Деев. Вместе с тем, как отмечают аналитики, ключевым фактором роста нефтяных котировок в последние дни стало обострение отношений США с Ираном. Риски военного конфликта между двумя государствами могут обернуться перебоями в поставках сырья во всем Персидском заливе и вызывают опасения у мировых инвесторов. Эскалация противостояния США с Ираном угрожает транспортировкам нефти через Персидский залив, который, в свою очередь, является стратегически важным местом для поставок энергосырья с востока на запад, пояснил Деев. Залив под прицелом, как обострение отношений между Ираном и США может отразиться на мировых ценах на нефть. Мировые цены на нефть впервые с начала июня превысили отметку 65 долларов за баррель. Участники рынка опасаются начала военного конфликта. В середине июня власти Соединенных Штатов обвинили Исламскую Республику в нападении на нефтяные танки Ревоманском заливе, после чего Пентагон в оборонительных целях одобрил отправку дополнительных военных сил на Ближний Восток. 20 июня иранские военнослужащие сбили американский беспилотник. Согласно заявлению Тегерана, летательный аппарат нарушил границу страны. По версии Белого дома, инцидент произошел в международном воздушном пространстве. В качестве ответных действий Дональд Трамп одобрил военный удар по Ирану, но позже отменил свое решение и объявил о введении санкций против первых лиц республики. Кроме того, 25 июня в своем Твиттер глава Белого дома пригрозил Ирану уничтожением в случае очередной атаки Тегерана на что-либо американское. По словам аналитиков, слова Трампа усилили панические настроения на мировом энергорынке. Согласно оценке Вадима Меркулова, в ближайшее время дополнительную поддержку нефтяным котировкам может оказать возможное потепление в торговых отношениях в Соединенных Штатах с Китаем. По информации Синьхуа, вечером 25 июня вице-премьер Госсовета КНР Луха и министр финансов США Стивен Мнучин обсудили продвижение двусторонних консультаций. При этом в интервью телеканалу CNBC глава американского Минфина заявила о готовности торгового соглашения на 90%. На этом фоне внимания инвесторов будет приковано к переговорам Дональда Трампа и председателя Китая Си Цзиньпина на саммите G20, который пройдет 28 и 29 июня. Как отмечает Вадим Меркулов, если Соединенным Штатам не удастся заключить торговую сделку с Азиатской Республикой, усиление тарифной войны спровоцирует падение глобального спроса на нефть. В результате стоимость углеводородов рискует опуститься ниже 50 долларов за баррель. Впрочем, по оценке эксперта, вероятность такого развития событий составляет порядка 10%. Как ожидается, определяющим событием для мировой энергетической отрасли станет саммит стран нефтьоэкспортеров 1 и 2 июля. В ходе переговоров стороны обсудят вопросы дальнейшего продления сделки ОПЕК-плюс и объема необходимого сокращения добычи. Примечательно, что в своих действиях участники встречи также будут ориентироваться на итоги саммита G20. В целом, по прогнозу Вадима Меркулова, в случае усиления конфликта США с Ираном и потепления отношения Вашингтона с Пекином стоимость барреля нефти может подняться выше отметки 70 долларов за баррель, а до конца лета будет оставаться в диапазоне 60 долларов, 70. В то же время, как полагает Артем Деев, котировки могут вырастать и до 80 долларов за баррель. Субтитры создавал DimaTorzok